В ходе нашей антарвии не могу себе отказать задать вопрос, связанный с Пушкиным, поскольку вас все знают не просто как любителя Пушкина, а как знатока, причем сакрального знатока, умеющего расшифровывать многое такое, что большинство людей упускает из виду. Что можно сказать о Пушкине, если мы касаемся вопроса царско-сельской вечерины? Как это можно связать? Я, конечно говоря, Пушкин как представитель команды, которая занимается разноплановыми вопросами, в том числе исследованием творчества Пушкина. И если говорить о царско-сельской вечерине, то для меня глубоко символично, что оно проходит в том месте, где эгрегор Пушкина наиболее устойчив и наиболее значим. Вот прямо на въезде стоят египетские ворота, и все наши здания университета расположены вокруг царско-сельского лицея. Вот у меня, вы видите, над моим креслом уже, наверное, лет 20 висит за спиной бессменно один и тот же портрет, его, к счастью, менять не надо, это портрет Александра Сергеевича Пушкина. И раздел, вот в моих книжках я обычно называю или «Тайные коды Пушкина», так, чтобы интригу некоторую внести, или «Пушкин как пророк русской цивилизации». Но я ответственно заявляю, что действительно все сокровенные тайны прошлого, настоящего и будущего, они, в общем-то, содержатся в творчестве Пушкина. Только творчество Пушкина нужно, конечно же, понимать более глубоко, и именно поэтому, возможно, он не переведен, вы знаете, на английский, потому что он написан для русской души. Там есть некий смысловой строй такой, который находит отклики только в русской душе. Если вы переведете на другой язык, то уже это все будет утрачено. И вот в свое время один из переводчиков, когда сказал, что он переведет Пушкина, а когда перевел, то сказал следующее. Да, творчество Пушкина – это золотая клетка и птичка в этой клетке. То, что я сделал, клетка осталась, но птичка улетела. Вот речь идет как раз о той птичке, которая содержится в творениях Пушкина на уровне второго смыслового ряда. Иногда этот второй смысловой ряд прост и очевиден, иногда Пушкин говорит об этом достаточно открыто, хотя таких мест очень немного. Ну вот, к примеру, я вам могу выдержку прочитать. Но вы знаете, что Людмила – это Людмилы, народ наш, да, в творчестве Пушкина уносил, помните, в Руслане и Людмиле, Людмилу в страну полночных горл. Гор Карла с длинной бородой – это символ ростовщичества. Пушкин вызволяет Людмилу с помощью меча развлечения, мешает ему голова – это символ правительства и интеллигенции России. Меч – это символ знания и развлечения, бороду обрубает, Карла становится беспомощным. А вот второй пример, чтобы подтвердить, что в образе Людмила наш народ, наш богоносный народ, который всегда нес Бога в душе своей. Он говорит об этом так. Людмила светлый взор возводит, девясь и радуясь душой, и ничего вокруг себя, себя прекраснее не находит. А дальше, посмотрите, он сравнивает с другими народами. Стоит ли с важностью очей предфлорентийскую киприды? Их две, но мрамор перед ней страдает, кажется обидой. Мечты возвышенной полна, в мечтании смотрит ли она на образ нежной форнарины или Мадонны молодой. Она задумчивой красой, очаровательней картины. Скажите ж мне, какой певец, горя восторгом увеленным, чья кисть, чей пламенный резец, придаст потомкам изумленным ее небесные черты? А теперь вот обращаясь к нам с вами, к нынешнему поколению, говоря о богословии, истинном богословии русской цивилизации. «Ты, вдохновенный Рафаэль, забудь еврейку молодую, младенца Бога колыбель, постигни прелесть неземную». Христос-то был земной человек. Он говорит «Постигни прелесть неземную, постигни радость в небесах, пиши Марию нам другую с другим младенцем на руках». Вот после таких строчек сложно доказать, что Пушкин писал так сказочки для детей, и, как говорят пушкинисты, нужно слушать просто музыку стиха. Ну какое там содержание? Вот, мне кажется, Пушкин именно для того, чтобы поняли глубину его творчества, иногда двумя-тремя строчками открытого повествования говорит о величии своего ума и понимания, потому что тайну богословия он раскрыл в свое время Николаю Первому. И вот, собственно, благодаря этому произошли очень серьезные перемены. Вы знаете, был сожжен полностью первый выпуск Библии тогда, благодаря усилиям Пушкина. И, собственно, потом Николай избавил его фактически от смертной казни, который наверняка был бы приговорен за произведение Гаврилеада. Вот, когда Синод Священный запросил разрешение на суд над Пушкиным, Николай был в отъезде и написал «Я знаю, кто написал Гаврилеаду, не трогайте Пушкина». Вот, собственно, так Пушкин остался жив, но Николай, тем не менее, не соврал перед Богом, потому что он не сказал, кто написал, не просто кого. А задавать уточняющие вопросы царю не допускалось по нормам, так сказать. Мудро поступил. Да, в общем-то, Пушкин, конечно, был особым таким явлением в истории не только русской цивилизации, но и в истории мировой цивилизации. И, я думаю, 21 век это будет веком Пушкина, когда, в общем-то, человечество начнет осмысливать, а что же такое Пушкин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok